В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня врач-диетолог Светлана Арканова. Мы беседуем про питание в пост. Здравствуйте, Светлана! Расскажите, существуют ли такие правила и каковы они? Здравствуйте, Алена! Конечно, правила существуют и вообще всем рекомендую, прежде чем начать поститься, выслушать мои рекомендации и заранее подготовиться к такому ответственному мероприятию. Первое, что нужно сделать, это заблаговременно подготовиться к посту, то есть заранее исключить какие-то продукты животного происхождения, допустим, мясо, чтобы ваш организм не испытывал стресс от резкой перемены характера питания. Потому что основные проблемы начинаются из-за того, что ваша ферментная система просто-напросто не готова к такому резкому переходу. Поэтому переход на новую систему питания должен быть плавным и заблаговременным, то есть заранее спланированным. В идеале, конечно, это две недели. Допустим, исключаете какой-либо продукт, сначала один, потом другой, и постепенно, плавно переходите к более постному варианту питания. Многие пытаются заменить белок животного происхождения, мясо, птицу, рыбу на белок растительного происхождения. Вот какие здесь есть нюансы? Это обязательно нужно делать, потому что абсолютно все основные компоненты пищи должны присутствовать, то есть и белки, жиры, углеводы. Переход на постное питание – это совершенно не значит, что у вас должно быть какое-то ограничение по белку. Напротив, если вы начнете себя урезать, создавать искусственный дефицит каких-то определенных питательных веществ, а самое главное – это белок, да, у нас это основной строительный материал. То есть как только вы создадите себе дефицит белка, начнутся проблемы со здоровьем. И, скорее всего, ваш пост закончится не самым благоприятным для вас образом. Поэтому, естественно, растительный белок обязательно должен присутствовать, и нужно очень тщательно подобрать эти источники растительного белка. То есть, в первую очередь, это, конечно, бобовые. Сейчас, слава богу, на полках рязанских магазинов огромное разнообразие бобовых. Во главу угла я бы поставила, наверное, нут, как самый сбалансированный по белку, с большим количеством белка, да. Нут – это что, я думаю, что у них все это связано. Либо турецкий горошек, еще другое название есть. Свою популярность он завоевал на Востоке, да, в азиатской кухне. У нас он не так популярен, но, тем не менее, он присутствует на наших прилавках. Поэтому всем советую, искренне завидую тем, кто его еще не пробовал. То есть, это такое разнообразие. Можно великолепное блюдо готовить с ним, начиная от каких-то паштетов, котлет. То есть, абсолютно полноценная замена мясу. То есть, большое количество белка в этой культуре. Кроме того, он способствует снижению веса за счет того, что уменьшает инсулины и понижает сахар в крови. Диетический продукт. Да, диетический продукт, богатый различными полезными веществами. И по вкусовым качествам ничуть не уступает мясу. Вот растительный белок – это орехи, грибы. Они тяжелые сами по себе продукты. Вот здесь как максимально правильно употреблять? Мы правильно сказали, что основными источниками растительного белка являются бобовые, орехи, грибы. Нет, грибы уже сложнее, они сами по себе очень тяжело перевариваются. И они богаты белком, но, к сожалению, наш организм не может усвоить этот белок. То есть, вы можете его есть, думая, что это белковый продукт. На самом деле, на выходе, может быть, процента 3-5 максимум, что вы можете усвоить из грибов. Поэтому грибы не могут относиться к источникам белка. А вот бобовые и орехи – да. Но опять, с ними нужно быть очень аккуратным. То есть, вводить эти бобовые, если вы их и до этого раньше никогда не кушали, нужно очень аккуратно и постепенно. Допустим, ввели какой-то новый продукт, да, отследили свою реакцию вашего организма. По чуть-чуть, понемножку, там, по 2-3 столовые ложечки нового продукта добавляйте. Бобовые все требуют правильного приготовления. То есть, их нужно на ночь, как правило, замачивать, потом только варить. Варить обязательно до готовности. Даже можно слегка их переваривать, но ни в коем случае не недоваривать. Потому что недоваренные, они способствуют как раз газообразованию, затруднению в пищеварении. Это все может вызвать очень неприятные ощущения. Поэтому нужно еще правильно приготовить эти бобовые, чтобы потом не было никаких проблем с желудочно-кишечным трактом. Какие еще нюансы мы знаем в питании во время поста? В общем-то, из-за чего наше пищеварение начинает страдать? Из-за того, что наша ферментная система просто-напросто не готова к какому-то определенному виду пищи. Поэтому плавный, постепенный переход, постепенное добавление каких-то новых продуктов. Что еще очень важно? Очень важно, чтобы все новое, что вы добавляете, допустим, новые овощи какие-то, фрукты, чтобы это, в общем-то, были натуральные продукты. Если вы будете кушать овощные консервы, большое количество консервированных продуктов, это тоже не принесет никакой пользы вашему организму. То есть важно понимать, что эти овощи и фрукты должны быть все-таки свежими. Вы их можете, пожалуйста, приготовить. Даже лучше некоторые продукты будут усваиваться в печеном, либо в тушеном виде. И меньше вызовут проблем с желудочно-кишечным трактом. Но ни в коем случае это не должно налегать на консервированные продукты. То есть готовьте все дома. Самые полезные, самые лучшие продукты вы можете приготовить у себя на собственной кухне. Не экономьте на своем здоровье. Тем не менее, сейчас начало весны. И, как мы знаем, это состояние витаминоза для нашего организма. В то же время это пост. Многие постятся. Вот как здесь сочетать авитаминоз, снижение иммунитета, если можно так сказать, и пост? Ну, опять, вот хочу напомнить, что весна вообще, в принципе, это самое тяжелое время года для нашего организма. Потому что истощаются все запасы, которые мы накопили летом, осенью, за зиму. И нашему иммунитету так непросто. Нашему организму так тяжело. Испытывает стресс от недостатков, от дефицитов. Мы мало солнышка получаем, мало бываем на улице, мало гуляем. Поэтому если вы начинаете себя еще в чем-то урезать, естественно, появляются проблемы, какие-то заболевания. Поэтому питание должно быть в первую очередь разнообразным. То есть не нужно, допустим, сидеть на какой-то одной крупе, либо отдавать предпочтение какому-то одному виду овощей или фруктов. У вас каждый день должны постоянно меняться ваши продукты питания. То есть разнообразить свой стол, выбрать доступное, что вам посредством, да? И каждый раз добавлять что-то новое. Я рекомендую где-то около 3-4 разных фруктов в день и 3-4 разных овоща в день. Обязательно употреблять, да? Тот вид, который вы для себя выберете, кулинарной обработки, в общем-то, ну, это может быть и в сыром виде, и в запеченном, и в тушенном. Тоже рекомендую менять и сочетать виды кулинарной обработки, да? Использовать большое количество разнообразных семечек. Это тоже очень здорово, это тоже очень разнообразит ваш рацион, потому что не только орехи. Как-то все про орехи все помнят, про семечки очень многие забывают. Кунжут, например, может быть великолепным источником кальция. Да, кунжутные семечки. Орехи тоже содержат большое количество масел необходимых нам. То же самое относится и к растительным маслам. То есть, естественно, в пост мы уходим от животных жиров, добавляем растительные масла. Они должны быть нерафинированные, тоже покупайте. Каков вам идеальный ужин в пост, расскажите? Я бы сделала что-то, какую-то овощную рагу с добавлением бобов, допустим, да? На десерт можно фрукты добавить, либо сухофрукты, разнообразные кисели, компоты. То есть, даже с помощью фруктов и сухофруктов можно легко приготовить какие-то десерты, которые заменят вам привычные сладости. Светлана, скажите, пожалуйста, витамины нужно пить весной? Я считаю, что обязательно нужно пить либо витамины, либо биологически активные добавки к пище. То есть, это те добавки, которые помогают вам восполнить те дефициты, которые присутствуют в вашем ежедневном рационе. С помощью продуктов питания, особенно весной, вне сезон, мы практически не можем восполнить все необходимые потребности. Поэтому либо витаминно-минеральный комплекс с широким спектром, либо это какая-то биологически активная добавка к пище, в которой тоже будет большое количество витаминов и микроэлементов вам необходимых. Это будет поддержка вашей иммунной системы и сохранение вашего здоровья даже в пост весной. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня была врач-диетолог Светлана Арканова. Мы беседовали о питании в пост. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин